здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас понедельник и мы продолжаем наши встречи наши видео сегодня нас ждут очень интересные темы такого я бы сказал глобального порядка о том что день грядущий на на нам готовят и в основном в области российско-американских отношений прошло достаточно мало времени после встречи байдена и путина в женеве обе страны по моему находятся на грани или на пороге очень острого кризиса этот кризис связан с так называемым гаванским синдромом вы помните наверное о чем идет речь но я сейчас вам объясню сотрудница рума разведуправления министерства обороны это американский эквивалент гору опубликовала статью уверение статью а книгу под названием план путина как победить америку ну такое найти его сказал провокационная яркая бросающий бау броское название но эта дама ребекка кафлер она работала в рума достаточно долгое время в качестве аналитика занималась россией и взгляды в общем то могут быть интересны как взгляды инсайдера и вот она недавно дала интервью газете нью-йорк пост ночью газета она не отличается так сказать особой авторитетностью но тут главное не мнение не газета не реном и газеты важно кто дает интервью и о чем идет речь и вот она выбрала тему о гаванском синдроме если вы помните впервые почему этот феномен получил название гаванского синдрома впервые в 2016 году целый ряд сотрудников американских дипломатических представительств в гаване испытали сильные головные боли головокружение тошноту связанную вот с головокружением и затем это как-то все прошло и по ряду других стран это проявилось даже в сирии и вот с момента прихода байдена в белый дом уже более двух десятков новых случаев появилась когда американские дипломатические представители другие других странах в частности вот последний случай это был в вене в австрии они испытали вот этот синдром автор интервью автор этой книги о которой он сказал настаивает на том что единственной реальной страной которая может стоять за этим это путинская россия почему потому что это единственная страна которая имеет возможность развития производства то что называется direct energy weapon то есть оружие направленной энергии и она его реально испытала в частности указывается что это оружие было испытано на американском перца персонале в сирии в рамках вот тех боевых операций которые там происходят где присутствуют российские вооруженные силы и до несдавнего времени там были и американцы где-то примерно год назад американская академия наук сделала достаточно подробный анализ вот этих случаев связанных с гаванским синдромом и пришла к выводу что речь идет именно о пульсирующих как бы в выстрелах направленной энергии вот как они называются если так буквально переводить пульсирующая радиочастотная энергия или rf американская аббревиатуре таким образом да как считал как указывает автор история так сказать имеется ввиду история уже использование советским союзом комитетом государственном безопасности безопасности предшественников вот этого нового оружия направленной энергии в частности в 1953-1976 годах комитет госбезопасности по утверждению автора бомбардировал американское посольство в москве низкочастотными микроволновыми импульсами которые однако во всяком случае в то время не имели целью причинения вреда сотрудникам посольства а скорее имели целью привести в действие те подслушивающие устройства которые находились в американском посольстве которые были вреде внедрены туда кгб в частности был случай я слышал об этом когда работал в кгб был случай когда при помощи пионерской делегации которая посетила американского посла в посольстве она тогда еще находилась в старой в старом здании на улице чайковского ему подарили герб соединенных штатов америки и туда было встроено подслушивающее устройство и растроганный посол поместил этот герб прямо у себя на изголовье с тех пор комитет госбезопасности очень длительное время прослушивал все разговоры которые проходили в кабинете посла причем там вот специалисты кгб которые нам об этом рассказывали они отмечали очень такой высокий уровень технического изготовления этого устройства то есть его нельзя было определить а найти путем регулярных проверок при помощи технических средств которые проводились естественно в этом кабинете потому что это устройство она не работала постоянно она включалась и выключалась и включалась именно тогда когда сейчас срабатывала на голос когда велась на беседа плюс она еще включалась и выключалась как считается дистанционным путем при помощи вот этих микроволновых волновых излучений но видимо имело место и побочный эффект этих излучений потому что был я вспоминаю доклад госдепартамента соединенных штатов много-много лет назад согласно которому четыре подряд посла соединенных штатов в советском союзе по возвращению на родину в скором времени заболели онкологическим заболеванием и скончались его считается что вот это новое оружие направлен энергии это как бы продолжение вот тех усилий тех разработок которые велись еще во времена советского союза во времена кгб таким образом значит установлена кто вернее что причиняет гаванский синдром и все в общем-то взоры обращены в сторону путинского режима потому что считается что во первых российские спецслужбы имеют опыт уже разработки аналогичных аналогичного оружия направленной энергии и последнее время они вот реально его испытали применили в сирии вот сейчас связи с этим мы перейдем к недавнему интервью который дал директор центрального разведывательного управления общественного радио в вашингтоне это было где-то дней 10 назад но она очень актуально перекликается вот с этими последними событиями с истории о афганском синдроме и другими стратегическими так сказать планами и намерения соединенных штатов америки что касается гаванского синдрома значит посол сообщил что это его самая большая головная боль когда его спросила журналистка что вас из-за чего вы просыпаетесь по ночам и не можете заснуть он сказал это вопрос о безопасности моих сотрудников это номер один проблема которая меня сейчас волнуют почему волнуют потому что по словам посла с 2016 года когда впервые появилась эта история с гаванским синдромом имела место около 200 аналогичных случаев из них половина приходится на сотрудников церкви то есть за рубежом то есть речь идет о том что это не какой-то там случайный источник который на бум поражает там пространство какое-то в определенном радиусе и все кто там находится оружие те кто его применяет судя по всему применяют его целенаправленно чтобы причинить ущерб прежде всего сотрудникам американских спецслужб то есть они видимо знают где они находятся эти люди именно вот те помещения те части зданий где как предполагается находится штаб-квартира не штаб-квартира резидентура цру вот именно туда и направляется это энергетическое оружие то есть речь идет о целенаправленной операции причинения вреда сотрудникам американских спецслужб которые работают дипломатические представительства конкретных странах помимо тех неприятностей что ли если можно так сказать там головная боль и так далее вот связано симптомы имеет место в результате вот такого воздействия реальное повреждение мозга жертв этих атак который происходит сейчас вот эти люди они проходят сейчас серьезные курсы излечения в госпитале военном госпитале вида который находится в штате мэриленд то есть речь идет уже не о том что это какие-то там безобидные игрища непонятных людей речь идет о том что это оружие которое имеют целью причинение вреда причем серьезного вреда здоровью и даже жизни конкретных американских граждан и вот это уже очень и очень серьезный вопрос это вопрос национальной безопасности это фактически если хотите я уверен чтобы это все в конце концов вылиться это террористическая атака против государственных служащих соединенных штатов америки журналистка которая была брала это интервью для national public radio спрашивает у директора цру скажите это раша россия за этим стоит то есть сразу вопрос о том кто за этим стоит не китай мне еще не дни северная корея вопроса россии ответ дипломата господин бортсон давний дипломат не менее 35 лет на дипломатической службы это его первая позиция в центральном разведывательном управлении да говорит вполне может быть но я не хотел бы сейчас спекулировать пока мы не получим конкретные ответы на этот вопрос он надеется что эти ответы будут получены потому что впервые по его указанию в рамках циру создана специальная рабочая группа по этому вопросу во главе и поставили очень серьезного аналитика того аналитика который свое время как считается сыграл выдающийся роль в обнаружении места пребывания бен ладина в результате которого бен ладин был уничтожен вопрос стоит очень остро лучше силы церу задействованы в этом в этом деле в этой операции и фокус главное на что они должны ответить прежде всего что что это за оружие каким образом она работает и как она воздействует и второе кто кто это кто занимается этим делом ну вот и когда и если это все будет сделано и эта операция принесет результаты я боюсь что это будет серьезный и подтверждяя и и подозрения подтвердятся это будет серьезнейший кризис в российско-американских отношениях который может их испортить очень радикально и на длительное время то есть может стать вопрос таким образом что россия может быть признана террористическим государством поскольку понятно что любители какие-то частные организации не могут обладать этим оружием и не могут использовать его так как они использовались то есть еще раз они используют с 2016 года не просто против объектов дипломатических представителей соединенных штатов америки но именно против тех частей здания этих посольств где как предполагается находились резидентуры американских спецслужб цру и военной разведки дальше речь идет мы сейчас обсуждаем с вами интервью директора цру поэтому я пройдусь по нему и дальше поскольку он говорил очень интересных вещах глобально глобальная картина состоит следующим по словам директора цру мы живем во время великого транзита когда на смену однополярного мира однополярному миру когда единственным полюсом силовым экономическим политическим были соединенные штаты америки приходит двухполярный мир то есть одино и штаты признают что появляется появился уже новый центр силы и этот центр силы китай таким образом в китае это единственное самое большое это самый большой геополитический вызов соединенным штатам америки 21 века это вот фактор номер один который сейчас определяет с точки зрения директора цру всю ситуацию в мире второе основным основной сферой или ареной противоборства двух полюсов соединенных штатов и китая является технология и экономика это то где будет проявляться от жесточенная можно ли она война назвать войну не знаю но ожесточенное соперничество и когда вам рассказывал в одном из стримов накануне женевской встречи байдена и путина в связи с этим сенат уже выделил 250 миллиардов долларов для вот этой борьбы на ниве технологии и науки третий фактор важный это союзы директор цру считает это важнейшим преимуществом соединенных штатов америки в частности и запада вообще потому что китай и россия по его мнению они не обладают такими союзниками такими союзами как сша и запад он считает что китай и россия это одинокие в этом плане страны два одиночества ну и четвертое в этом факторе это уже так сказать конкретно применительно к американским спецслужбам и церу четвертый важный аспект в этой борьбе будут играть сотрудники спецслужб и в частности церу в этой связи и любопытно тем темеры которые будут осуществляться в церу в связи с новой геополитической обстановкой то есть это было будет глобальная перри глобальное изменение в приоритетах и как следствие в персонале и методах и формах работы вот раньше во время холодной войны как говорили директор цру главным образом нам нужны были специалисты по советскому союзу с русским языком которые знали историю политику там и так далее сейчас набирают и будут набирать людей со знанием мандарина китайского языка говорящих на мандарин знающий все о китае но не только китае поскольку борьба будет вестись глобальная в частности в африке это один из плацдармов в частности на африку будут выделяться агро отдельные силы и средства большие силы и средства я опять-таки вам говорил в прошлом что вот по линии спецслужб союзных спецслужб британцы готовят целый полк рейнджеров на основе своего спецназа сас который является одним из лучших в мире которые будут кошмарить вагнер и российские спецслужбы в африке то есть нужны специалисты которые знают и африку и все ее нюансы на на месте и китайские интересы вот в этих отдельных странах африки чтобы можно было им противодействовать это очень серьезная задача но кстати это перекликается с тем что делала делал комитет госбезопасности в частности первое главное управление холодного время холодной войны когда все резидентуры внешней разведки кгб где бы они не находились то ли в африке то ли в азии то ли в латинской америке главной целью их была работа по американцам они должны были искать в среде американского персонала в этой конкретной стране тех людей которые могли быть завербованы и каким-либо иным способом использованные в интересах внешней разведки кгб а потом из центра из первого отдела из группы север было выезжал специалист по вербовке американцев который делал там вербовочные подходы вот судя по всему нечто подобное буду теперь делать американцы в плане противодействия китаю здесь возникает вообще-то серьезные вопросы потому что как для советских и теперь российских спецслужб для американских китайцы представляют очень большую проблему психологически вот как психотип китаец советском союзе в 70 80-е годы было время когда они считались практически не вербуемыми я очень подозреваю что китайцев этнических китайцев на работу центральное разведывание управление из-за того что они владеют китайским языком брать вряд ли будут предстоит усиленная подготовка этнических американцев стопроцентных американцам китайском языку так далее дальше афганистан цру выдала прогноз еще до полного вывода американских войск это где-то примерно месяц назад они выдали прогноз о том что после завершения американского вывода правительство афганистана продержится у власти максимум шесть месяцев вот журналистка спрашивает как вы сейчас насчет этого прогноза но надо сказать что последнее время происходят события которые пугающей убедительностью подтверждают правоту этого прогноза церу есть даже все шансы что этот прогноз будет осуществиться быстрее чем шесть месяцев ну то есть вот в пятницу допустим талибан атаковал пост здания представительства он провинции герат причем было известно что это здание он там флаг висел были соответствующие таблички обозначения то есть те кто его атаковал они знали что они делают чем занимаются уже захвачено талибаном не менее 50 процентов в районах центров афганистана директор цару отвечая на вопрос вы по-прежнему считаете что это все произойдет то есть талибан все захватит в срок до шести месяцев он так говорил уклончиво из чего можно позвать было сделать вывод что да он подтверждает то есть одной стороны ну да вот центрального правительства все есть материальном плане но у них нет воли к победе которая есть у талибана который захватывает один пункт за другим и вместе с этим пунктом он захватывает и оружие которое оставили там американцы то есть эти ребята талибан они когда захватят всю страну и подойдут но они уже там на севере границы со средней азией они будут вооружены вооружены до зубов причем достаточно современным оружием с точки зрения директора цару какие интересы теперь вот в его ведомство имеет в афганистане они планируют продолжить свое пребывание там то есть войска ушли но цару сотрудники агентура остались это правильно это кстати то что сделала внешняя разведка кгб после вывода советских войск из афганистана там осталась агентура и там остался опер состав который должен был поддерживать связь с этой агентурой сколько времени выживет насколько времени выживет эта агентура это вопрос открытый я подозреваю что не очень надолго какая цель этой агентуры это не борьба не противодействия талибану это осуществление мер по недопущению возрождение аль-кайды и усиление игил на территорию афганистана то есть считается что эти две силы уже проникли в афганистан и это те две силы которые представляют большую террористическую опасность для соединенных штатов и союзников вот эти две угрозы с которыми циру будет продолжать бороться на территории афганистана все остальное что будет делать талибан постольку поскольку если они двинутся на север никаких проблем проблемы возникнут если талибан начнет помогать и игилу и аль-кайде в подготовке террористических актов против сша и союзников а так если они не будут этого делать ими карты в руки они могут переходить северные территории таджикистан узбекистан российская база 201 и так далее так что время предстоит для нас интересное директор церу подчеркнул что сыру сыграла важную роль в ослаблении аль-кайды аль-кайда по его словам это не только который было 20 лет назад поэтому хоть был будет труднее с агентурой который стало значительно меньше с выводом американских войск но аль-кайда уже не то поэтому есть надежды что все будет все будет вопросы решаемая скажем так китай связи с китаем возникает последнее время хотя это не было сказано в интервью директора цру я просто вам добавлю последнее время американские спецслужбы ну в частности спутники которые летают над китаем зафиксировали очень тревожную вещь китай быстрыми темпами строит шахтные установки для межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования это вот эти самые колодцы куда ставится стационарная значит это ракета а себе которая нацелена будет на соединенные штаты америки считается что до последнего времени у китайцев стационарно в шахтах находилась около 100 ракет которые циркулировали так сказать их передвигали между различными шахтами то есть ракет было меньше чем шахты на его сейчас вопрос о том что они увеличат количество шахт чтобы перемещать ракеты между большим количеством колодцев спецслужбы считают что вряд ли скорее всего там будут развернуты реальные ракеты плюс китай вплотную подошел к изготовлению и оснащению своих баллистических ракет разделяющимся независимыми друг от друга головными частями это новый службу слова будет для китая и количество таким образом количество ракет которые появятся вот будут размещены в этих новых шахтных пусковых установок и будет два раза больше чем есть сейчас вот такая форсированная подготовка развертывание китая форсированная работа в этом направлении вызывает вопросы почему с какой целью и так далее да их по прежнему значительно меньше чем у соединенных штатов америки но вот этих когда китайцы завершат эту работу по их количеству опять-таки стационарных ракет стационарного базирования в шахтного базирования и примерно будет столько же сколько их и у россии по оценкам американских специалистов вот такая вот интересная история с китаем дальше был поставлен вопрос по поводу кибератак это в интервью директора цру если здесь какие-то положительные сдвиги после женевской встречи директор цру ответил уклончиво поживем увидим срок который отвел президент байден путину для того чтобы продемонстрировать наличие или отсутствие добрых намерений в этом плане это где-то 6 месяцев вот посмотрим как сказал директор цру сам он лично насколько я понимаю относится весьма скептически к возможностям путина и намерением той правящей группы который управляет сейчас россией выполнять какие-то джентльменские договоренности соединенными штатами и если это скептицизм оправдается то две страны будут выйдут на очередной виток противостояния был также затронут вопрос о том является ли китай источником вируса к вид 19 на что ну во первых директор цру сказал что мы не знаем у нас нет совершенно надежных данных исходя из которых мы могли бы однозначно ответить на вопрос о происхождении вируса то ли это лабораторная утечка из лаборатории то ли это результат заражения там от животных мышей человеку и так далее но он отметил что китай проявляет неготовность транспарентно сотрудничать с мирной организации здравоохранения и его и директор цру не ожидает что вот эта позиция китайских властей изменится к лучшему вот я думаю что в одном из ближайших стримов мы с вами обсудим еще одно место из которого вполне возможно впервые и вышел этот вирус а потом уже попал в китай вопрос о происхождении первичного так сказать происхождение к вид интересовал меня давно и есть очень интересные мысли по этому поводу в связи с вопросом о кибератаках которая был поднят в интервью директора цру national public radio я также посмотрел один из недавних докладов очень интересный доклад он такой комплексный и сделали его спецслужбы совместно соединенные штаты в америке и великобритании там были церу фбр затем опер офис но в созданный опер офис по кибербезопасности агентство национальной безопасности и его аналог великобритании под будренным названием сси очки так вот значит они исследовали последние и кибератаки которые были сотни за последнее время произведенные главным разведывательным управлением генштаба и в частности такими подразделениями как 85 я боюсь я просто перевожу как это написано на английском на русском может быть звучит несколько иначе это 85 главный центр специальных служб гру а также воинская часть 26 165 которые были известны под и фигурировали в этих атаках под разными названиями псевдонимами среди них были fancy b а также а и пяти 28 стронтьюм и целый ряд других названий объектом хакерских атак значит этого подразделения были целый ряд объектов на территории сша но интересно их иерархия вот я вам сейчас прочту как как она здесь описано но прежде всего понятно правительственные и военные организации второе вот это второе для меня удивительно я думал что после этого пойдут подрядчики пентагона ничего подобного на втором месте идут политические консультанты и партийные организации о чем это говорит это говорит о том что важнейшей задачей и целью кремлевских спецслужб является манипуляция политическими процессами в сша то есть не не получение документов из пентагона церу самыми секретами секретами тайны нет важнейшая задача это получение информации на сануане которых можно попытаться манипулировать про политические процессы политических деятелей и политической организации в соединенные штаты в америке только на третьем месте идут подрядчики пентагона затем компании энергетики затем логистические компании затем так называемые фабрики мысли но это в разные там институты которых достаточно много на территории сша вашингтоне и которые по моим наблюдениям активно проникаются российскими спецслужбами через всевозможные donations олигархами и различными так называемыми правительственными организациями российской федерации но когда мы говорим о олигархах мы должны бить в виду что с олигархи это вот своей точки зрения значительной степени это должность которая присваивается кремлем за верную службу ну как она дается также она может забираться поэтому внешне политическая деятельность любой компании в из россии или любого так называемого олигарха миллиардера и он надо рассматривать как прежде всего прикрытие или фронт для действий российских спецслужб для операции кремля дальше идут высшее учебное заведение на предпоследнем месте юридических фирмах что для меня тоже удивительно почему на предпоследнем месте ведь там же масса вещей интересных можно обнаружить нет на предпоследнем месте и наконец компании работающие в средствах в средствах массовой информации в области массовой информации вот кстати насчет юридической компании недавно были обнаружены целый ряд крупных юридических фирм соединенных штатов америки и прокурорских офисов в нью-йорке которые были хакнуты ребятами из россии была масса то что называется sensitive то есть чувствительной информации изъято из серверов которые принадлежат этим юридическим фирмам ну и я так подозреваю очень много полезной информации туда утекло дальше что интересно подчеркивается в этом исследовании вот эти ребята из гру несмотря на то что сноуден дал российским спецслужбам масса интереснейшей информации которые можно использовать для тончайших операций в проведении хакерских атак против сша ребята из сыру работают как дуболомы то есть они атакуют сервер вот первичная первый этап они атакуют сервер который они выбирают в частности качестве жертвы при помощи то что называется brutal force это грубо силой они начинают долг подбирать пасфорды кодовые слова да ну пасфорд чем подбирает сами по себе ну чуть ли не на основании всех баз данных которые у них имеется то есть он берут типа вот словарь слов английских и по очереди все эти каждое это слово прогоняет пока они не найдут то слово которое в данном случае используется в качестве в качестве пасфорда для захода вот на на первом этапе на этот сервер есть частная вот давно уже я помню даже сам как-то ради интереса пытался расшифровать один файл и были коммерческие программы которые позволяют вот таким образом подбирать пасфорды для зашифрованных файлов здесь важно что нужно иметь просто очень мощный компьютер потому что если количество знаков в пасфорде где-то больше там 12-13 и так далее я не специалист войти поэтому ради бога не критикуйте меня я откровенно это признаюсь я вам просто говорю то что я вот прочитал в этом докладе так вот если количество знаков пасфорде превышает где-то там раньше было это 12-13 то при помощи обычных но даже мощных но обычных компьютеров для этого понадобятся годы но видимо ребята из гру у них более мощные компьютеры поэтому вот на начальном этапе вот таким дуболомным способом взламывается обнаруживается юзер айди и пасфорд и заходится на сервер хакеры заходят на сервер а дальше на их стратегии они пытаются зайти в почтовый ящик при этом используется как уязвимые весьма уязвимые это весь тот софт который связан с майкрософтом удивительно то есть используется microsoft office 365 затем microsoft сервер и как далее одна из самых последних целей это проникновение в облачные серверы в облачные службы или услуги которые где значит находится кладезь информации вот этой конкретной организации или целого кластера этих организаций поэтому лично что я сделал для себя вывод нужно при возможности переходить на мак хотя и не знаем может еще не вышел доклад о уязвимости оперативной системы мака но судя по всему на данном этапе пока известно о уязвимости софта microsoft кроме того рекомендуется делать пасворды косу кодовая вот эти слова как можно более длить длинными чтобы больше усилий требовалось для их расшифровки плюс качестве рекомендации совет да есть совет такой использовать двухступенчатую а может быть даже трехступенчатую систему допуска к соответствующему серверу или к осущей услуги ну да пусть например вот сейчас таких компаний как apple adobe это то что я знаю если ты заходишь на начальном этапе ты вводишь туда юзера идею затем пасворд после этого качестве ответа тебе говорят вот мы знаем твой номер телефона сейчас мы тебе туда пришлем код тут же приходит до твой телефон который ты раньше сообщил этот код и потом ты набираешь в новом окне этот код и только после этого сделал это второй ступень ты потом поддаешь туда куда тебе нужно оказывается вот даже такие казалось бы простые вещи в мелких компаниях и в среднем бизнесе в соединенных штатах используется пока достаточно редко особенно в мелком бизнесе в этой связи сейчас соединенных штатах запускается программа согласно которой мелкие и средний бизнес будут заставлены повысить эффективность своей защиты от хакерских атак и это может сделать каждый вот хотя бы по тем рекомендациям которые вам только что назвал ну и на этом мы наверное закончим нашу встречу на этот раз до новых встреч нас ждут большие интересные дела всем хорошего